Доброе-доброе утречко всем! Я ходила за булочками с Олугой. Слушайте, эта погода, она меня просто выводит из колеи. Я не знаю, как среагировать и как существовать. Я вчера полноти пыталась записаться. Короче, сейчас домой приду, вам всё расскажу. А Кира меня вчера просила разбудить. Говорит, мама, разбуди меня, чтобы я долго не спала. Я её бужу с 10 часов. Нет, с полдесятого. 11.42. Она не встаёт и не встаёт. Короче, я вчера же хотела записаться к этому врачу. В ноль-ноль часов открылась запись. И что вы думаете? Я захожу. Мест нет. Места есть. На понедельник одно, на вторник два, на среду одно, на четверг вообще мест нет. Это места, если нужно записываться в регистратуре. Онлайн записи вообще нет. Я просто чумею. А зачем тогда эту онлайн запись сделали? Я бегом перехожу на другого врача. У нас два эндокринолога. Перехожу на другого врача, смотрю, у неё точно так же. Начинаю пролистывать вниз через какой-то месяц. И смотрю, что через две недели, аж на 28 июня, есть запись. Я, короче, записываюсь на 28 июня к этому эндокринологу. Дальше у меня направление к неврологу я записываюсь тоже на 28. И к кардиологу я записываюсь тоже на 28. Короче, у меня с 10 часов до 2 у меня записи к врачам. Единственное, что все они находятся в разных поликлиниках. И мне нужно будет бегать с одной поликлинике. Вернее, не бегать, а ездить с одной поликлиники в другую поликлинику. Вот такая вот история. Но я всё-таки записалась. Но это на самом деле такая дуристика. Это такое издевательство над людьми, что у меня не хватает слов. Просто не хватает слов. Это просто трындец. Подкрался незаметно. Я была настолько вчера злая ждать вот это вот до ночи, чтобы записаться. А тебе сказали, Дуля с Маком, мест нет. Вы записаться не просто не можете. Вы не можете вообще ничего сделать, потому что мы не можем открыть эти записи. Короче, вот такая вот. Ой, доброе утро. Так, а я же купила булочки на завтрак. Вот такие вот. Сейчас сделаю чаёчек. Потому что что-то я сегодня не захотела. Ни блинов, ничего. У меня из-за этой погоды состояние не стояние. А ещё мне нужно выпить таблетку. Но я вам честно скажу, что-то вообще ничего не меняется. То есть вообще нет никакого результата. Может, конечно, этот результат будет через каких-то 5-10 дней. Но вообще, вот как была анимевшая вот эта вот 2 пальца, на утро бывает 3, так и осталось. Что-таки? Что-таки? Мне сегодня написали. Что-то ты такая больная в 44 года. Я просто никогда по врачам не ходила. Я реально никогда не ходила по врачам. У меня даже нет медицинской карточки. Я по ним начала ходить вот только, когда начала всё вылазить. И то, если бы там были какие-то такие лёгкие проблемы, я бы даже и не пошла. А так как, ну реально, пальцы они мершие. Мне некомфортно, мне неудобно. Плюс они не просто онемевшие, а в них ещё есть слабость. То есть мышцы не работают максимально. Мне там тяжело поднять что-то тяжёлое. Ручку тяжело держать, сжать там её вот, писать такая вот. Ну, и вот с этим вот пошла. Ну и с шеей тоже, и не просто штаб. Как бы так можно сказать. И серьёзно, что ли. Чай. Поэтому я здорова. Всё нормально. В любом случае, вот такой вот сейчас у меня завтрак. Это только для руки. Господи, я никогда в жизни столько много не пила лекарств, как сейчас. Я пью. Не хочу ничего делать, но надо. Меня Кира зовёт. Что? Я сестра Юли, Симакина, 120 рублей. Садись. И хочу вам рассказать о нашей семье. А дальше? Давай кушать. Ага. Ну давай. Всем приятного аппетита. Мне только что позвонила сестра. Она нашла эндокринолога. И мы сегодня на три часа к нему едем. Я поеду сегодня к эндокринологу. И потом уже пойду ещё схожу к тому, кому я записалась. В общем, в любом случае, здесь мы поедем за деньги. Но просто врач хороший. И знаете как? Лучше сразу несколько врачей, чем один. А тут уже будет и один, и, как это говорится, второй. И если два скажут одинаково, значит, будет всё хорошо. А если два скажут разное, значит, можно уже будет что-то подумать. Поэтому сегодня в три часа едем. А сейчас я пойду, пока схожу к... Короче, выйду, кофеёчек выпью. К тёте Лене поболтаю с ней. Потому что я у неё хочу заказать рулетку для Доби. И вот надо всё это решить. Ну что, мне нужна нормальная рулетка. Всё. Я вызвала такси. Еду встречаться с сестрой. Как мы ещё с сестрой можем увидеться? Только в больнице. В прошлый раз я с ней виделась тоже в больнице, когда меня забрала скорая. Теперь я с ней уезжу в больнице, когда я буду идти к врачу-эндокринологу. Я приехала вот сюда. Но приехала на полчаса раньше. Потому что когда вызывала такси, было написано повышенный спрос. Я думаю, вызову такси пораньше. Вызвала пораньше и приехала на полчаса раньше. Сижу, жду сестру. И у меня ещё на полчаса до моего приёма. Я тут вспомнила, вернее, мне напомнили, что я вчера, когда передавала привет пацанам во влоге, то я забыла передать двум людям. Это Матвею. Матвейка, привет тебе. И Сашка, какашка, афроамериканская весёлая пучка. Тебе огромный-огромный привет. Прости, что я про тебя забыла. Не помню, говорила ли я вам, я до сих пор хожу, ещё сестру жду, что мне вот эти таблетки, которые от руки прописали. И я, короче, одну из них выпила. Мне говорили, что могут быть побочки в течение нескольких дней. И вот эта вот побочка сегодня, я просто в таком тумане. Как будто я не знаю, что я сделала. Знаете, как будто я много чего выпила, но мозг у меня работает. Но я такая заторможенная. У меня мышцы полностью расслабленные, потому что она расслабляет мышечные ткани. Мне так хорошо. Просто трэш. Я не знаю, как от этой таблетки отойти. Единственная ещё побочка, то, что мне периодически немного начинает подташливать. А тут так красиво, блин, реально красиво. Посмотрите как. Да? А вот это, кстати, дом жилой. Бомба. Там так круто внутри. Я так заглядывала чуть-чуть. В общем, а я на самом деле нахожусь сейчас на Аболоне. И где-то там Аболонская набережная, мост вот этот, который я ходила, волна. Это, короче, такой район для хороших людей. И ветрено здесь. Так, вообще ветер будет. Меня хоть немножко выпускает. А вон и моя сестричка приехала. Бегу, бегу за ней. Бегу, бегу за ней. Здесь так красиво, просто капец. Стулья царские. Я сейчас буду как королева. Тут, кстати, можно картину купить. Речка в лесе. Только ценной картины нету. Но картины продаются. Правда, не знаю, кто такие картины у себя в доме ставит. Но, может быть, кому-то и да. Где бы я с вами могла еще встретиться, как не в туалете? Что мне сказали? Ну, как всегда. Мне сказали, что у меня новообразование. Оно уже твердое. Оно большое. Надо делать пункцию. Вот такая вот история. Но перед тем, как делать пункцию, надо сделать анализы все. Ну и, короче, прочие результаты. И пункцию мне смогут сделать только через месяц. Все. Я лично опаздываю гулять с собаками. Я не знаю, как я успею до 5 часов. Наверное, я сегодня просто-напросто опоздаю. Ой, так не хочется самой гулять. А сейчас, как приеду, уже все разъедутся. И все. И все. Офигеть. Я приехала. Тут, посмотрите. Вот это красота почти. Я в шоке. Прям аж непривычно. Но здесь еще пока, конечно, нету такой красоты. Но я уже вижу продвижение ремонта. А тут были ящики. Боже, у нас когда-то стены были такого цвета. Я и не помню, чтобы они у нас были такого цвета. Посмотрите, какой красивый цвет был. Короче, я бегу домой. А у нас там такой сейчас будет ливеняка и гроза. Там так начинает темнеть. Гром гремит. Земля трясется. Дождик, дождик к нам несется. Далее, конечно, вы сейчас увидите отсюда. Но там что-то жуткое начинается. Приветики. Приветики-бусинки мои. Привет, мои сладкие. Привет. Кира, сейчас на улице такое начнется, что мама не горюй на улице. Слабо. Посмотри, во-первых, как потемнело. Сейчас ливеняка будет. Это с этой стороны. Привет, малыши. Привет, карандаши. Привет, шантюзька, иди сюда. Привет, бусики. Привет. На-на-на-на-на. Все. Да я не знаю, как с вами сейчас идти на улицу. Там сейчас ливень будет опять. И опять мы будем мокнуть. А у тебя телефон разговаривает, да? Ты не выключила эту функцию? Тот, который? А, ну да, разговаривает. Боже, я думала, я с ума сходю уже. Я думала, у меня гугл уже ездит. Я никак не могу привезти. Вырубит эту фигню, она меня бесит. Так просто звук надо выключить. Так он и выключил? Нет, он, наверное, включен, если он говорит. Наверное, звук случайно включился. Потому что если звук выключен, он не говорит. Если звук к телефону включен, вот эта боковая панелька. Это вообще бред какой-то. Я думала, я с ума сейчас иду. Уже, блин, мама мерещится в голове. А еще она так тихо и неразборчиво. Я просто слышу твой голос. Да, он там такой спокойный. Боже, я этого никогда не забуду. Я, я все. Я думала, я по всей квартире бегала и сказала откуда. Об этом вспомнила при телефоне. Короче, что мне сказал доктор? Мне сказал доктор, что нужно идти сдавать анализы и делать пульсию. Брать жидкость с этой штуки и проверять ее на то, какая она. Хорошая, плохая и так далее. Боже, что такое это? Можно быстрее просто сказать, что она хорошая или плохая? Так я не знаю, какая она. Ну так пусть быстрее скажет. Это все делается не так быстро. Все. Я хочу, чтобы это было максимально быстро. Потому что я с ума сойду. А я хочу, чтобы ты перестала нервничать. Я? Да. Не могу. Забей на все и живи, наслаждайся жизнью. Правильно, Доня? Ну да. Давайте забьем на все. Ты все равно ничем не поможешь. И что? И никто ничем не поможет, если это что-то плохое. Если это все хорошее, то все будет нормально вылечен. Поэтому зачем переживать раньше времени? Типа, если она плохая, то надо делать операцию. И если она хорошая, то можно идти по таблетками. Угу. Ужас. Я ногти на ногти сделала. Ой, красивая. А им некогда. Да у тебя это все нормально. Ты считаешь, что это нормально? Давай как-нибудь подзадоришься и сделаешь мне ноготочки. Хорошо. Хорошо. А мы собираемся. Начинается у нас ураган. Ну посмотрите, там вообще просто все светлое. А вот идет та самая туча, которая сейчас скорее что-то принесет. Ну, наверное, не будет недолго дождь, чисто пройдет гроза и все. Но ветер сильный начинается. И я не знаю, что мне делать. Идти сейчас или идти уже потом? Давай после дождя. Вот, мне уже написали. Давай после дождя. Значит, после дождя пойдем. Посмотрите, какая красивая туча. Как будто... Вот, мне это почему-то напоминает голову и нимб вокруг. Вот именно вот этот вот нимб. А у нас такой гром гремит. Просто unreal. Вы только посмотрите, ну это просто невероятно. С этой стороны все черное. С этой стороны просто невероятно синее и красивое небо. Посмотрите. Да уйдите! У меня уже... Да, ты... Ты Русика? Фу, нельзя! Посмотри, что она сделала. Ну вот, отойди оттуда просто от нее. Посмотри в ту сторону и посмотри в другую, да? Угу. Как будто два разных мира, да? Вау, видела? Угу, не прикольно. Какая она красивая, эта молния. Вот это сейчас будет. Когда у нас закончатся эти дожди, кто скажет? Что-то мне вчера писали, что последний день был. Вчера дожди, а тут сегодня опять дожди. Ты, Русичка маленькая, да все хорошо. Не бойся, не бойся. Все хорошо. Я не могу тебя туда поставить. Ты сейчас как шлепнешься? Так, ладно. Раз дождь идет, земля трясется, то надо... Да что ж ты хочешь? Она хочет посмотреть в окошко. Смотреть в окошко, давай. Аккуратно только. Аккуратно только. Подожди, ну куда ты? Тихо. Все, сиди смотри. Все, все, все. 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 Я не могу вас двоих взять. Все, все, все. Слышишь, как гром гремит, а? Страшно? Ну куда ж ты идешь, ну? Ты не боишься, что ли? Вообще не боишься? Чудо мое. Давай, теперь ты посмотришь в окошко. Ну все. Теперь ты чуть-чуть в окошко посмотришь, ну. Все. Все посмотрят в окошко. Все. И тебе интересно, да? Честно сказать, за это время я бы уже успела, наверное, даже немножко погулять с вами. О, снег. Здрасте. И вы пришли в окошко смотреть? Все, все, все пришли смотреть в окошко. Давай. Все. Все, 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 все. Снежок, оставайся тут. И знаю, ты точно не спрыгнешь. А смотрите, что у нас уже. Даже не знаю, что лучше, идти сейчас или идти потом. Не успела я. Уже собака дело. Думала выходить, думаю, что-то дождь не начинается, не начинается. И ба-ба-ба-бах. Он начался. Крупненький такой. Мне кажется, он сейчас быстро закончится, потому что, смотрите, там уже практически разведнелось. Ну, вернее, виднеется. Ну, такое. Посмотрим. Проверим. Это мое. Это манго. В сахаре. Это манго в сахаре. Вы такое не едите. Боже, вам все надо. Как всегда, большая проблема, это Русика забрать с прогулки. А у нас дождя так и не было. Сумасшедший ветер. Огромные тучи. Слышали, какой гром? Три секунды капнуло. Я взяла с собой зонтик, и он мне даже не пригодился. А это меня встретили документы. Меня еще чуть-чуть подогнали. Сказали, на. Мы тоже хотим что-то получить. В общем, все. Я бегу домой. Хочу есть. Я еще не завтракала с утра. А это печально. Ну, как мне нравится то, что я вижу. Конечно, еще не везде хорошо, но... Да. Есть такие уже изменения. Я уже жду, не дождусь, когда именно сам подъезд вот такой будет. Светленький и красивенький. Надеюсь, светлый. Потому что некоторые хотят желтые стены. Кто-то хочет голубые стены. Кто-то хочет зеленые стены. А я хочу, чтобы подъезды были вот именно вот такие. Вот просто светлые. Когда накормила собак, и иду в магазин. Знаете, зачем? Я очень сильно, просто очень сильно захотела кабачковой икры. Если я что-то очень-очень сильно хочу, то мне это нужно вот прямо сейчас. Знаете, как я хочу поесть. А что я хочу поесть? У меня есть картошка. А в картошке я хочу кабачковой икры. И это будет просто вкусненько очень. А потом еще включу себе фильм. И мне сбросили сегодня ужастик какой-то новый. И вот я хочу его сегодня посмотреть, если у меня хватит силенок. Я, честно сказать, еще, знаете, немного вроде как и на позитиве. Но в то же время я какая-то еще встревоженная, взволнованная. Не знаю как, но вот что-то такое у меня есть. Не очень приятное состояние. Вот поэтому надо отвлечься и посмотреть какой-то ужастик прикольный. А посоветовали мне проклятие зов могил. Так что... Да все купила. Можно идти спокойно кушать домой. Так, сырочек, кабачковая икра, заправка для борща. Хочу завтра борща сделать. И макароны. Вермишелька. Все. Можно кушать и спать. На сегодня, наверное, всем пока. Я, ребята, немножко должна свыкнуться со всеми этими своими проблемами, которые у меня есть. И мне нужно, как кто кажет, максимальное одиночество. Всех люблю, всех целую. Или наоборот. И всем пока-пока. Пол десятого у нас вырубили свет. А я так хотела посмотреть кино. Включили генераторы. И на самом деле пол десятого, а так светло на улице. Я сейчас реально покажу, что у нас. 21-26, а на улице еще светло, светло. Но свет теперь уже включат тогда, когда я буду спать. Поэтому всем приятного чаепития и спокойной ночи.